Железнодорожный переезд 1083 километр вблизи станции Лепеги в Новокубишевске. Ежедневно через него проезжают сотни автомобилей, но соблюдать правила готовы не все водители. Некоторые идут на неоправданный риск, пытаясь проскочить на красный сигнал семафора и нередко застревают на путях. В этот момент все зависит от реакции дежурного по переезду. В считанные секунды он должен принять все меры, чтобы не допустить трагедии. Когда у нас препятствие на переезде, по первой секунде мы срываем пломбу, на второй секунде мы включаем кнопку заграждения и третью секунду начинаем оповещать машинистов, которые приближаются к 1083 километру к переезду. Некоторым все же удается проскочить, но опасность запрещенного маневра от этого не меньше. Информацию о нарушителях дежурные передают в ГИБДД. Штраф – 1000 рублей, либо лишение водительских прав от одного до трех месяцев при повторном нарушении на год. С начала этого года на переездах Самарской дистанции Куйбышевской железной дороги зафиксировано 27 нарушений и два столкновения автомобилей с поездами. Безымянка Смышляевка, 21 апреля, значит, водитель грузового автомобиля оставил автомобиль в колее первого главного пути и скрылся с места происшествия. Тем самым произошло столкновение грузового поезда. В Международный день безопасности на жадопереездах железнодорожники и инспекторы ДПС в очередной раз напомнили водителям о правилах дорожного движения, проводя с ними профилактические беседы. Впрочем, многие автолюбители уверены – на своей безопасности время лучше не экономить. Так как я сам железнодорожник, поэтому я знаю, что это такое – прискочить, проехать переезд. Иногда проскочишь, а иногда и нужно не проскочить. Здесь нельзя, я считаю, никак на переезде. Это жизнь людей. Водителям напоминают – быстро остановить, например, товарный поезд, который идет на полном ходу непросто. Тормозной путь может достигать одного километра. Павел Баймаков, Станислав Левин. События.